Всех с началом весны, а у нас тут новостной дайджест и сегодня в эфире Новый суперкосмический рейндж-ровер Вилла, обновленная народная Шкода Рапид, заостренный Mitsubishi Clip Sport и обновленный Outlander GT, а также Ford Fiesta ST с микромотором Друзья, перед просмотром я хочу напомнить вам о том, что у нас есть второй канал, куда мы выкладываем всякую закадровую дичь, а также про наш инстаграм, где вы можете увидеть самые свежие фотографии и много-много спойлеров. Итак, погнали! Новый рейндж-ровер Виллар. Как мы знаем, в модельном ряду уже есть компактный ВОК, есть топовый, жирный, оформи карточку в теньковый рейндж-ровер, ну и версия спорт. Теперь к ним в компанию от трех-четырех мультов добавили Виллар. И что-то так они его замутили, что на остальные рейнджи смотреть не хочется, он офигительно крут. Технически это близнец Jaguar F-Pace, а отсюда мы понимаем, что это кроссовер. Но это и не беда, все равно на топовых рейндж-роверах и спортах за 7 мультов никто, кроме Академика, по какашкам не катает. Гамма двигателей пока что такая же, как у Jaguar. В начальной лиге играет двухлитровый дизель с разными степенями надува и мощностью от 180 до 240 сил. Далее есть бензиновая турбо-четверка в 250 или 300 сил. Ну а на вершине дизель 3 литра 300 сил и 700 ньютонов. Или бензиновая трехлитровая компрессорная шестерка в 380 лошадей. Разгон до 100 у такой версии занимает 5,7 секунды. Все версии оснащены восьмиступенчатым автоматом ZF. Главное же отличие от Jaguar – подвеска. На рейндж-ровере есть пневма, которая позволит регулировать дорожный просвет от 200 до 250 мм. Но только при условии, что вы будете тщательно ее смазывать и снимать про это видео. На месте и фирмовая система управления полным приводом Terrain Response. Более мощные версии могут похвастать электроуправляемой блокировкой заднего дифференциала. Однако не стоит забывать, что полный привод тут устроен через муфту, так что на чудеса, надеяться, не стоит. Ну и самое главное – оснащение. Просто космос. Все в дисплеях. Панель приборов, передняя панель, центральная консоль. Даже на руле есть сенсорные панели. Оставили только 4 физические крутилки. Блин, сядешь в перчатках в минус 30, ох и не нарадуешься такому салону. Еще из крутого есть лазерные фары, которые лупят на 550 метров. Что, как мне кажется, чуть дальше, чем может стрельнуть Mi-28. Цены начинаются с 4 миллионов. Нормальная, хорошо оснащенная тачка будет стоить около 5. Ну а топ начинает скачки от 7 миллионов. Кстати, обратите внимание, какой дом должен быть у владельца такого автомобиля. Но давайте вернемся на землю. Вот вам обновленный Skoda Rapid. И, слава богу, обошлось без 4 глаз. Внешних изменений минимум. Новая решетка, фары и фонари, а также вставка в заднем бампере. В салоне новые дверные накладки, дефлекторы воздуховодов, приборка и блок управления климатом. Новая мультимедиа-система. Также появилась Aero Glonass. Гамму моторов оставили прежней. Продажи начнутся в апреле. Цены пока что неизвестны, но они, естественно, станут выше. Компания Mitsubishi представила новый кроссовер с громким названием Eclipse Cross. И показала обновленный топовый от Lander GT. По-второму все просто. Это щитоверсия Sport V6, которые поменяли название, чутка расширили гамму оборудования, добавили Aero Glonass, ну и а заодно поменяли ценник, и теперь он составляет 2 миллиона 290 тысяч рублей. А вот на Eclipse Cross остановимся поподробнее. Дизайн впечатляет. Рубленные грани, взгляд гриндайзера, поджарая корма. Использована платформа Outlander, но настройки автомобиля были пересмотрены в угоду более активным водителям. Автомобиль должен стать острее и азартнее. Спереди установлен электроуправляемый дифференциал с блокировкой. Плюс электронная имитация активного заднего дифференциала. А вот с моторчиками что-то так себе. Во всяком случае, полуторалитровый турбоаппарат, агрегатированный с вариатором. Что там говорили про малообъемные TSI? Однако дальше будет круче, к микромоторам еще вернемся. Второй вариант – это турбодизель 2,2 литра с 8-ступенчатым автоматом. Но, скорее всего, к нам, что произойдет не скоро, наверное, ориентир на 2018 год, привезут другие двигатели. И правильно, не любят у нас совсем одноразовые турбопшикалки. Кстати, об одноразовости. Встречайте, новая Fiesta ST. И ладно, что гражданская гамма автомобиля оснащается только трехцилиндровыми моторами разной мощности. Так это чудики и в ST поставили трехцилиндровый полуторалитровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил. Разгон до 100 за 6,7 секунды. Это прикольно, но сколько раз она сможет его повторить – вопрос второй. Мало того, без нагрузки электроника выключит один цилиндр из работы. Это просто жесть. При этом они ставят 18-дюймовые колеса. Гениально! Давайте поставим мотор от мотоцикла и колеса от самосвала. Нам такую Fiesta не привезут. И на этом спасибо. А я, пожалуй, продолжу кататься на своей Fiesta ST с двухлитровым цепным дюротеком, легкими 15-дюймовыми колесами и продолжу смотреть, как умирает турбо-пшикалки вокруг. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте включать колокольчик оповещения. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!